Посевная кампания зимой стартовала на неделю раньше, не в начале сентября, а в конце августа. А все из-за того, говорят аграрии, что прогнозируют дождливую осень. В Белокуракинском районе уже сеют пшеницу три сельскохозяйственных предприятия. Сколько гектаров земли отвели под будущий урожай, узнавала Елена Зверхановская. 55 тысяч гектаров белокуракинских земель. Под урожай следующего года отведено более 15 тысяч гектаров. Посевные работы здесь уже начались. До посевной кампании приступило три господарства Белокуракинского района. В под урожай 2018 года планируется посеять больше 15 тысяч гектаров озимых культур. В том числе озимой пшеницы 14,7. Владимир работает в одном из трех сельхозпредприятий, где приступили к посевной кампании. Это, говорит, семейный бизнес. Вместе с отцом и братьями обрабатывают земельный участок площадью 3 тысячи гектаров. Озимую пшеницу будут сеять на 800 гектарах и обязательно разной селекции. В палитре по озимым у нас есть и немецкая селекция, и французская селекция, и чехи есть представители. Ну, проверяем все сорта, потому что каждый год по-разному показывают результаты. Этот год показал, посеву озимой нужно приступать на неделю раньше положенного срока. Агрономы объясняют, погода резко изменилась, на смену жаре пришла прохлада, а в почве уже накопилось достаточно влаги. Почему мы рано начали посевную кампанию? Потому что передают дожди на сентябрь. Мы хотим отсеяться площадя, те, которые у нас готовы, хотим закрыть до дождя. На сегодняшний день есть 400 гектар свободной площади, уже подготовленные под озимые. Мы не стали ждать оптимальных сроков, посеем на неделю раньше, но надеемся получить дружные, нормальные всходы по хорошей спелости почвы. Чтобы успеть до сезона затяжных дождей, в полях работают круглосуточно. Ночью культивируют почву, а днем сеют озимую. Для обработки почвы задействуется тот же самый джандир с культиватором. Управляют трактором при помощи спутниковой навигации. Тракторист вводит необходимые данные, а дальше просто контролирует процесс. Через пару месяцев зерно даст свои всходы. Тогда, говорят аграрии, можно будет сделать первые прогнозы по урожаю озимой пшеницы в 2018-м. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, Пудея.